В середине 60-х годов книга называлась «Голая обезьяна». Причём, да, получилось так, что человек писал книгу о том, как взгляд на человека с этологической точки зрения может прояснить некоторые моменты с его происхождением, а в результате получилась абсолютно скандальная книга, которую очень много кто ругал и очень много кто читал. Хотя, так сказать, это не значит, что там всё было абсолютно какая-то вообще сокровенная истина. Там, в общем, некоторые вещи сегодня читать довольно забавно, но, тем не менее, книга сыграла огромную роль в становлении, если угодно, этологии человека. Ну ладно, теперь, значит, собственно, перейдём непосредственно к теме лекций. Начать придётся немножко издалека, так лет полкоразка назад. Значит, ну, во второй половине XIX века в очень мощном поле торжествующей эволюционной теории и эволюционного подхода, который тогда применяли абсолютно ко всему, к чему удавалось, где надо и где не надо, родились сразу две новые науки. Ну, вернее, не сразу, они родились там с некоторым интервалом, лет так 15. И, значит, одна из них была зоопсихология, а другая – наука психология. Именно в таком порядке. Причём, но, тем не менее, значит, статус у них был весьма различным, потому что психология не столько родилась, сколько окончательно выделилась из лона философии. Собственно, там чуть ли не все известные нам фундаментальные науки вышли из философии, так или иначе. Но они сделали это в разное время. Вот в психологии это случилось делать только, значит, во второй половине, даже ближе к концу XIX века. До этого, естественно, довольно трудно найти сколько-нибудь известного философа, который бы ничего не писал о психической жизни человека. Но как самостоятельная наука, со своим предметом и методом, эта наука появилась именно в конце XIX века. и, значит, появилась она под огромным влиянием вообще успехов естественных наук, конкретно успехов эволюционного подхода и под немалым влиянием, собственно, зоопсихологии, которая появилась чуточку раньше и появилась, в общем, уже не совсем на пустом месте, но как-то вот имела совсем другую историю. Скорее, так сказать, она сформировалась из каких-то сведений о поведении животных, которые там дотом бы давали как составная часть их вообще описания, что вот там слон имеет хобот, билни, какие-то еще особенности его своджения, живет, значит, в Африке и Южней Азии, питается тра-та-та, кроме того, у него, значит, вот такие привычки и палатки. Вот из таких вот вещей, опять же, по влиянию теории эволюции, в 1860-е годы начала складываться наука зоопсихологии. Ну, и начала она складываться по простому вообще соображению, что если человек произошел... Где связь с эволюцией? Если человек произошел от животных, если в его теле мы можем разглядеть характерные особенности строения, свойственные его животным родственникам или, вероятно, предкам, то как быть с его психикой? Значит, что человеческое тело, оно соответствует... имеет массу в соответствии телу животных, это мы можем посмотреть просто проанатомировав тех и других. А с психикой, как быть, она откуда взялась? То есть, по идее, она тоже должна иметь какие-то животные корки. С другой стороны, значит, откуда мы вообще что-либо знаем о психике живота... о психике человека, прошу прощения. Ну, о собственной она нам дана непосредственно, правда, как довольно быстро вывестилась, не вся, очень сильно не вся, но тем не менее. Что она есть, мы знаем, как бы, куда нам от этого знания деваться. Мы можем за собой понаблюдать, что мы думаем, чувствуем, почему такое-то действие другого человека вызвал у нас расторожение, хотя он ничего плохого вроде бы не сделал, и как-то, значит, это зафиксировать. Что у других людей в голове или где-то что-то подобное есть, ну, мы, во-первых, догадываемся, а во-вторых, они могут нам это рассказать. Вы можете спросить, зачем ты это сделал, но обычно человек что-нибудь ответит. Не всегда, конечно, но обычно все-таки отвечают. А с животными-то как быть? Попросить собаку заняться самонаблюдением и представить свой весный отчет? Ну, вроде как-то не получится. А с другой стороны, вот, если мы хотим хоть что-то узнать о происхождении человеческой психики, то надо как-то до животной психики добираться. Была идея, что, в конце концов, помимо слов, душевные движения человека выражаются в его поведении, в том числе, там, в мимике, в жестикуляции, в конкретных действиях, там, и так далее. Давайте мы посмотрим, как себя, как с этим обстоит у животных, у них это точно есть, мы, значит, на них глянем, соотнесем с тем, что эти внешние проявления, чему соответствуют у человека, и вот так будем судить об их психике. Ну, как бы к этому приложили руку очень многие, значит, славные люди, начиная с того же самого Дарвина, который целую книжку написал, там, сравнение внешних проявлений средств выражения эмоций у человека и человекообразных обезьян, вот, ну, что дает ему право считаться одним из основателей, в том числе и науки о поведении животных, вот, ну, и много-много кто, особенно в этом отношении, как бы много работал и широко известен такой Джордж Джон Роуэнс, в общем, такой молодой ученик и друг Дарвина, вообще почти что приемный сын, навеки завораженные личности и теории Дарвина, но понимавший их при этом весьма своеобразно. Вот он в 1880-е годы выпустил книгу «Ум животных», где попытался собрать вообще все, что известно на тот момент было о поведении животных, там, начиная от наклеточных и до человекообразных обезьян. Но довольно быстро стало понятно, что это путь довольно тупиковый, поскольку даже у очень близких видов, во-первых, одни и те же, и по крайней мере, очень похожие внешние проявления могут означать совсем разные вещи. Вот, ну, простейший пример, что, там, представьте, что у нас может означать улыбка, она, конечно, может все, что угодно означать, но, как правило, все-таки непрямую угрозу. Вот, то есть есть такая, которая, да, ну, и то это все-таки скорее скрытая угроза, нежелание напугать немедленно. Вот, в то время как, значит, у многих животных, у кого она есть, в том числе, значит, у наших ближайших к ним живущих родственников, вот обнажение зубов, это, да, прямая угроза. Значит, это раз. Второе, что у очень многих животных просто, там, нету таких структур, как у человека, с помощью которых он выражает свои эмоции, или наоборот, есть такие, которых нету у человека, они играют огромную роль в выражении внутреннего состояния, и как перевести на человеческий язык, ну, почему надо каждый раз думать, вот, ну, достаточно, хотя бы упоминуть, что у подавляющего большинства млекопитающих, в сущности, у всех, кроме вот нас и наших ближайших родственников, человекообразных, есть хвост, какой-нибудь, у кого длинный, у кого короткий, у кого, значит, пушистый, у кого голый, ну, практически у всех есть, и практически у всех он очень хорошо выражает их эмоциональное состояние. Вопрос только, как именно, как это опять же перевести на человеческий язык. Ну, и, так сказать, много еще других трудностей было, короче, с этим еще не получилось. Была другая, другой подход, что, значит, да бог здесь вообще с психикой, вот у нас есть поведение человека, вот у нас есть поведение животных, давайте изучать их, значит, как, просто как данность, как бы, как феномены сами по себе, не пытаясь как-то соотнести с тем, что там внутри. ну, и там, в общем, было, что то, что внутри, оно то ли вообще не существует, то ли не имеет никакого значения для поведения. Ну, это было, в общем, большое и могучее направление, там, оформившееся под именем бухгемиализма. Я сейчас о нем рассказываю в фильмах, и я пишу о нем довольно много. Скажем только, что в любом случае вопрос о человеческой психике, оно уже точно не решало, поскольку исходным пунктом был отказ от рассмотрения этого вопроса вообще, как для человека, так и для животных. Ну, и где-то в середине 30-х годов прошлого века оформился довольно интересный подход к поведению животных, ну, пожалуй, самый плодотворный из таких больших, достаточно, наверное, из всех, которые до сих пор были. Это он очень, в результате очень сложной истории получил короткоизвучное имя эталония. Ну, очень часто его коррактуют как изучение поведения животных в естественных условиях, значит, сравнительных, изучение поведения животных. Это, так сказать, во всех этих определениях есть доля правды, но на самом деле тут вопрос был, когда они решили эту проблему. Как же все-таки изучать тех, у кого поведение тоже, как и у нас, внешнее проявление психики, но при этом задачи и психики обычными психологическими методами никак не добраться. Так вот, они заметили такую простую вещь, что есть огромная область поведения, прежде всего врожденное или специфичное поведение, которое представлено такими довольно сложными, стандартными, поведенческими, я не знаю как это слово в данном случае перевести на русский паттропами, то есть большими, сложными, сложно скоординированными двигательными актами, которые имеют очень характерную легко узнаваемую форму, более того, она, как правило, там, если вы у одного вида обнаружили что-то такое, то можно спокойно идти поискать нечто подобное ближайших его родственников с высокой долей надежды найти умения близких родственников и, в общем, так сказать, она много у кого может обнаружиться. То есть, в общем-то, это продолжение старой, старой идеи, высказанной отчасти еще Дарвином, очень сильно поддерженной таким классиком, вообще, пионером изучения поведения животных, Чарксом Уитменом, о том, что инстинкты имеют ту же природу, что и морфологические особенности видов, их, наверное, можно изучать. Они возникают точно так же, естественно, отборы, и их можно изучать теми же методами, что и морфологические признаки, и строить на них те же выводы, что и по морфологическим признакам. То есть, это вот такой морфологический подход к поведению. Ну, в общем, мне удивительно, что почти все, по крайней мере, почти все первое поколение людей, ставших на этот путь, были, в общем-то, профессиональные зоологи. Вообще, в исследовании поведения люди приходили из самых разных областей, как, собственно, всегда бывает при рождении нового направления, нового предмета исследований. Но вот конкретно эту методологию исповедовали, как правило, зоологи, но поскольку все они в процессе получения образования, в процессе становления зоологами, в общем, что называется, были приучены профилактические. И это оказалось действительно очень плодотворным, потому что это не требовало, с одной стороны, позволяло действительно изучать поведение, более того, даже строить некоторые теории по поводу того, как она должна быть устроена внутри себя, но при этом не требовало непременно заглядывать животному в душу и говорить, что животное в это время думает и чувствует. Ну, чтобы было понятно, как это возможно, значит, по тому, что делает, допустим, какая-то компьютерная программа, можно, так сказать, не видя на экране, на мониторе никакой ее визуализации, представить, как она должна быть устроена, какие там собственно должны быть алгоритмы. Вот это примерно то, что предлагали этологи. И, в общем, не только предлагали, но и довольно успешно делали. Ну, в первые десятилетия существования этого направления судьба в него складывалась непросто. Значит, был момент во второй половине сортовых, когда оно просто почти исчезло мировой науки, но, тем не менее, в общем, где-то с 50-х годов начинается ее развитие, что называется, вшире год, то есть, как развитие самих теорий, так и рост их популярности среди исследователей самых разных стран и направлений. Вот, и, естественно, все вернулось к вопросу столетней давности, что если у нас теперь есть вот такой замечательный подход, такой метод изучения поведения животных, значит, то как вспомнить, для чего мы все это начинали? Мы хотели что-то понять про психику человека. Мы вообще за это время про нее, собственно, психологическими методами поняли очень многое. Мы, например, узнали, что от них не вся, она человеку непосредственно дана. Мы узнали, что вы начали говорить, что он сделал то-то и то-же по тому-то и по тому-то, это может быть правда, а может быть и нет, или может быть часть и правды, что есть такая вещь, как рационализация собственного поведения, что человек делает что-то, у него есть объяснение, почему он делает, но на самом деле он это делает по совсем другим причинам. Ну и как бы много чего еще психологи про человека выяснили, что ограничено применимость классических психологических методов, прежде всего, опять же, вот этого самого самонаблюдения, ну а кроме того, конечно, была затаенная мечта, что как бы нам все-таки психологию сделать науку более объективной. понятно, что это попытка совместить несовместимое изучать объективные методы и принципиально субъективные явления, но очень хочется, а то вроде как и наука получается. И как бы, вот если у нас есть такая замечательная наука-этология, которая так много нам рассказала о поведении животных, которые, значит, не только его успешно описывает, но и в какой-то по крайней мере степени умеет разглядеть то, что стоит за ним, вот внутри ведущего себя животного, как бы нам его к человеку поднимить очень хочется. Ну и вот, собственно, во-первых, уже сами основатели этологии по натвору и Николас Индерген ничуть не сомневались, что вообще то, что они знали и предполагают о поведении животных, о том, как оно принципиально устроено, ровно точно так же применимо и к человеку. Сами они, правда, этим занимались довольно мало и в основном тогда, когда у них не было возможности заниматься собственными основными объектами, но в частности Лоренц свою книгу, собственно, вообще свою первую в жизни книгу, где как раз проводились параллели между поведением животных и поведением человека, написал «Где вы думаете, в лагере для военнопленных про Еревану?» где он, значит, как военнослужащий вермахта сидел до самого конца 47-го года. тем не менее имел возможность писать книгу самодельно вечернивым из браканцовки на отмытых разглаженных листах из бумажных мешков из-под цемента. Но потом, правда, его непосредственный начальник, начальник части лагеря, доктор Григоян, узнал об этом и сказал, чтобы у Орбинца была нормальная бумага. бомбардиром у трактира сено постелить. Вот. ну, тем не менее, Лоренц, хотя нисколько не сомневался в возможности такого применения и, в общем-то, делал какие-то собственные попытки, но занимался в основном не этим. То же самое, можно сказать, о Тинберге, ну, кроме того, что у него не было такого периода, когда он был, когда он мог писать такую книгу. Вот. Но уже первое поколение их учеников делало первые шаги в эту сторону. Значит, там ученик в Уральце Эльнеус Эйбл-Эйбе и Пстент, ну, собственно, традиционное русское написание. Один из первых английских учеников Тинбергена вот, выше упомянут Десмонт-Моррис, который, собственно, и запустил мем «Голые обезьяна». И дело даже не в том, что он запустил мемо, а в том, что он написал книгу с таким названием, которая именно была попыткой взглянуть на человека с точки зрения этолога. Вот, что его, в поведении человека, в поведении своего собственного вида видит этолог. Вот. Ну, и опять же, поначалу это было встречно, какие-то вещи очень скандальные, хотя, вроде, уже 60-е годы 20-го века, уже, как бы, сто лет победил героиней эволюции, уже, как бы, вроде, обижаться поздно. Но, тем не менее, поначалу особенно профессиональные психологи и, значит, во многих случаях философы выступили решительно против, что это вообще биологизаторство, что человек это нечто принципиально иное, да, он произошел от животного, но его психика устроена совсем не так. Ну, как бы, ребята, это, конечно, хорошо, но даже для того, чтобы понять, как именно не так, надо все-таки сравнить, не правда ли. А, собственно, и то, пока ничего другого и не предлагают. Они просто предлагают сравнить, что там будет так, а что не так. Но, тем не менее, как-то с гаданием это все устаканилось, успокоилось. Психологи, с одной стороны, привыкли к мысли, что, наверное, все-таки, да, действительно, и психика человека тоже не животные, не корни. Значит, а с другой стороны произошла такая вещь, что к этому времени практически все так называемые большие гуманитарные теории, ну, большие, в смысле, выходящие далеко за рамки какой-то конкретной дисциплины, в том числе той, в которой принадлежали и сформулировавшие их авторы. в качестве таких теорий можно назвать тот же самый марксизм, фрейдизм в самом широком смысле, не только как психологическую теорию, но и как определенный взгляд и на природу искусства, например, человеческого общества, там, на многое другое, там, и еще целый ряд, о которых я сейчас говорить не буду, все они оказались так или иначе в той или иной степени скомпрометированы. И что хуже не только скомпрометированы, а как бы вот скажем так, то, что мы будем сделать на их основе, психологии в частности, оно как бы более-менее было уже все сделано. А дальше непонятно было, как с этих позиций куда-то дальше двигаться. И дефицит вот таких больших теорий стал приводить к тому, что психологи все чаще поглядывали в сторону биологии, в сторону теории эволюции. Ну и, конечно же, первое, что видит психолог, посмотрел в сторону биологии, он видит этологию. Это вот то, что наиболее как бы из биологических наук, ну, по крайней мере, по тематике ближе всего к тому, чем он занимается. И, конечно же, с одной стороны, этологи очень хотят посмотреть, а как все это выглядит на том единственном виде, для которого мы можем получить также и параллельную субъективную картинку. Это же очень интересно, что вот человек ведет себя там определенным образом. Можно его спросить, а что ты, почему ты это делаешь, что ты в этом чувствуешь и так далее. Как бы у других объектов это не спросишь, а очень хочется. а с другой стороны, психологам нужна новая теоретическая основа, как исследовательская программа. Как известно, все большие научные теории это прежде всего исследовательские программы. Это, так сказать, теория имеет шансный успех в тех случаях, когда она может ответить на вопрос «и что?» или в более развертанной форме и что я с этим могу сделать? То, что вы рассказываете, уважаемые теоретики, это очень интересно. Значит, какие эксперименты, какие наблюдения надо провести, исходя из этого, чтобы увидеть те эффекты, о которых вы говорите, чтобы просто проверить, правда вы говорите или это ваши фантазии, там и так далее. Вот когда теория дает ответы на эти вопросы, она значит, действительно оказывается большой и полезной. Ну и вот как-то в психологии возник дефицит таких теорий и что в числе прочего, это не значит, что все дружи посмотрели в сторону металлогии, но довольно многие посмотрели. Вот. И возникло там целое довольно много исследований такого рода, самого разного плана, и в общем-то много чего интересного углядели. Ну, прежде всего, конечно, значит, из тех областей, где такой этологический, квазиэтологический подход привел к большим, ну, по крайней мере, к заметным успехам, вот, это, ну, во-первых, психология восприятия. Вот, во-первых, у человека просто обнаружились такие хорошие, экологические, ключевые стимулы, то есть, значит, самые настоящие, врожденные. Например, что у нас есть врожденная схема человеческого лица, что мы буквально вот с того момента, как у нас появляется какое-то собственное поведение, ну, то есть, практически с рождения мы ищем это лицо и, значит, в норме тянемся к нему, а схема лица, она, в общем, достаточно такая. В самом простом виде, на который мы, тем не менее, все еще реагируем, это некий овал или даже круг, и в нем Т-образная фигура, то есть, грубо говоря, глаза и нос. И вот, вот, именно с нашей способностью видеть человеческое лицо абсолютно во всем, что хоть немножко его напоминает, связана вот вся эта, значит, апофемия. непрекращающаяся эпопея нахождения нерукотворных ликов, будь то на спине дерева, на поверхности небесных тел, на кофейной гуще, на чего угодно. Дело не в том, что там, правда, есть какие-то изображения, дело в том, что мы, наша психика, устроены так, что вычленяем элементы такого изображения из чего угодно, где вот есть какой-то, может, есть какой-то намек на это, и дальше уже мы его видим, никуда нам от него не деться. Ну, значит, у нас есть и еще там целый ряд таких интересных моментов. Более того, ну, этологи именно работали с теми стимулами, которые именно известные понятные причины работали с ними. когда этим тенились психологи, выяснилось, что, в общем-то, и наша, так сказать, остальная часть нашего восприятия в значительной степени устроена так же. Вот, честное слово, там, на буквы того алфавита, которым пользуется наш родной язык, у нас вряд ли есть какие-то врожденные реакции. Тем не менее, после того, как мы хорошо научимся читать, наша способность видеть эти буквы абсолютно везде, там, в узоре крыла бабочки, электронные микрофотографии клетки, там, в чем угодно еще, ну, просто поражает. Вплоть до того, что, там, я не знаю, если кто видел знаменитую комедию «Этот безумный, безумный, безумный мир», да, там, объясняется, что вот четыре пальмы, которые растут большим дубльбе, добудут. Вот проще всего объяснить именно так, потому что, да, да. Это не значит, что нам для чистоты эксперимента нужно взять тысячу детей, вырастить от условий от детей Маугли и проводить эти эксперименты на них, чтобы получить как раз-таки вот эту связь с классической этологией? Нет, потому что ребенок Маугли это нечего с точки зрения именно этологии. Для того, чтобы развиться в человека, ребенок должен расти, грубо говоря, с мамой или хоть с кем-то, кто ее заменяет. Комитет по медицинской но вот как бы если нет совсем никого, даже мамы, то все, клевет. Скорее всего, он просто не живет мустровского возраста. И так, в общем, со всеми, ну, по крайней мере, со всеми настоящими обезьянами. А вот медведи, например, могут расти совершенно спокойно. Медвежонок, там, взятый непосредственно из берлоги и никогда в жизни не видевший живого медведя вырастет во вполне полноценном земле. По крайней мере, его можно так вырастить. Вот такая неприятность. Это, кстати, тоже, собственно, здесь я сейчас об этом говорить не буду, а в книжке-то пишу, что вот идея максимальной объективности и максимально контролируемого эксперимента в случае этого предмета оборачивается против себя. Мы получаем другой объект, не тот, который мы собирались изучать. Значит, ну, это отдельная тема. Значит, да, ну, вот психология восприятия, что тут как раз наметился очень хороший мостик между тем, той частью поведения, которую изучали литологи своими методами и как бы всем остальным. В общем, впечатление такое, что не только восприятие врожденных стимулов, но и вообще наше восприятие устроено в значительной степени вот на этих основах. Вот. Второе большое направление это выражение экспрессии. Ну, тут опять же классической такой популярной именно книжке Тингрегена поведения животных, фундаментальные для этологии понятия конфликтного поведения, такие как смещенная активность, переадресованная агрессия, вазаичные движения, продемонстрированы параллельным рядом рисунков. Значит, на одном из которых птичка в состоянии конфликта, но она находится перед лицом соперника, у нее борются противоположные мотивации, то есть она пока еще не оценила соотношение своих сил и сил соперника и вообще насколько она готова сейчас вступить в драку, поэтому у нее есть мотив задать, значит, этому наглецу трепку, есть мотив отступить, пока по морде не дали. Представь это выражается вот в некоторых таких довольно странных формах поведения, когда вот в такой конфликтной ситуации она вдруг начинает чистить перышки, например. И параллельный ряд такой демоновая прокрастинация. человека, просто такие рисунки. Не знаю, в духе, я бы сказал, у Херлафа Биттруба, как ведет себя человек, тоже, значит, он испытывает одновременно гнев и страх, он очень хотел бы что-то сделать со своим оппонентом, но вот не готов переходить к активным действиям, но и отступать тоже не готов, ну и в результате этого там много то же чего. Переадресованная агрессия это удар кулаком по столу, он не может прямо ударить оппонента, но и должен дать выход своей агрессии. Есть там и смещенные активности, мозаичные движения, в общем, это все тоже хорошо, и тут действительно тоже это логический подход, в общем, в применении человека оказалось весьма плодотворен. Значит, да, очень много чего этологи помогли психологам в изучении поведения детей, и особенно детей такого совсем младшего возраста, которые вообще еще не очень твердо владеют языком, или во всяком случае очень многое там поражается иными средствами, грубо говоря, не знаю, как сказать, вот, ну, а также там восстановление иерархии в детском сообществе, там, все такие вещи, опять же, конфликты и способы их разрешения, это все тут человек очень очень хорошо анализируется с этологической точки зрения, много чего можно узнать. Изучение коммуникации, особенно невербальной, изучение социального поведения, там, ну, начиная, там, от простейших вещей, что вот во всех культурах мы видим, что правитель сидит на каком-нибудь возвышении непременно и вообще по отношению к поддану находится наверху, вот, а они все к нему приходят снизу и мало того, еще и как бы дополнительно себя принижают, то есть становятся на колени, склоняют головы, вот, ну, в вариантах там вообще простираются ниц. Ни у одной культуры мы не увидим, чтобы правитель сидел в яме, вот, а наоборот, значит, человек, который выражает ему свою покорность, восходил на какое-нибудь возвышение над ним. вот, ну, это просто простейшая наглядная демонстрация именно этологических основ поведения человека, вот, но на самом деле там можно много чего еще смотреть, мы увидим это выражение и в жестах, и в словесных формулировках, хотя уж, казалось бы, где словесные формулировки, а где инстинкты. Нет, оказывается, и в них тоже влезают, вот, но об этом чуть позже, вот, и наконец выросло огромное совершенно исследовательское направление, так называемая эволюционная психология, ну, которая занимается, условно говоря, объяснением того, как в эволюции возникли те или иные особенности психики человека и как могла выглядеть психика и поведение тех или иных человеческих бреков. исходя из предположений о том, где и как формировался человек, в каких природных условиях, взаимодействуя с какими видами, причем взаимодействие с какими из них было для него особенно важно, вот, опять же, исходя из того, из какой группы животных он, собственно, происходит и какие весьма характерные формы поведения именно для этих животных есть, вот, ну и так далее. Там я не хочу об этом долго говорить, потому что с одной стороны это действительно тема необъятная, а с другой это все-таки при этом путь довольно скользкий, потому что там очень много чего можно приюмать, в том числе и вполне правдоподобного с точки зрения науки, но очень редко бывает понятно, а как бы это нам проверить. Вот, там, условно говоря, предполагается, что у человека есть врожденная боязнь пауков, потому что недовитые пауки в тех местах, где человек формировался, были действительно серьезные угрозы и так далее. Ну, тут хорошо проверить, что вообще насколько действительно эта самая боязнь пауков врожденная, то есть вот действительно взять ребенка, выросшего в изоляции мы не можем, поскольку это будет совсем другое существо, а как бы это его растить в нормальной любящей семье, но при этом чтобы он никак не воспринимал принятую там культуру, чтобы вот мы гарантировали, что никто никогда ничего не говорил ему о пауках и не показывал, это довольно трудно. Научный совет построить глобан. Небольшой, 50-х ну, я могу сказать, что мы с женой на собственной точке проверяли врожденность страха наших приматных детей перед змеями эксперимент пришлось прекратить из-за нашего страха за змею. То есть до этого никто действительно никогда не говорил о змеях и ничего не показывал. Потом ей, значит, когда у нас в доме случайно оказалась бойга, такая очень красивая змея с расцветкой сиамской кошки и огромными темными глазами. Значит, мы предложили ребеночку, в общем, типа, показали ребеночку этот объект и, значит, стали смотреть, что будет. Но вот ввиду явной угрозы жизни с ней эксперимент пришел прервать. Поскольку ребеночек очень радостно занялся этой новой игрушкой, никакого врожденного страха не проявил. Да мама научила. Что? Если врожденное, можно брать очень маленькие детей. Ну, опять же, а кто гарантирует, что ему никто никогда не показал им значит, более того, даже если ребенок сам не говорит, это не значит, что он не понимает слова, поэтому там даже если просто говорили о змее, он может что-то знать. Вот, но с другой стороны, когда читаешь новостях, что там бразильская чадушка не помню, двух, что ли, лет у от роду загрызла жарараку, это одна из самых ядовитых бразильских змей. Вот, вот, да, вот, дети же все сойдут в рот, ну и загрызе, без всяких последствий для себя. Вот, то, да, вот, с врожденным страхом перед змеями все-таки, наверное, скажем так, что, по крайней мере, он точно характерен не для всех. Характерен он хоть для кого-нибудь или оброжденный, не знаю. Значит, но, тем не менее, я в данном случае не хочу все-таки так уж решительно ставить, как-то самой, говорить, что вся эволюционная психология это сборник более или менее правдоподобных баек, вот, наверно, все-таки нет. И, собственно, нам сейчас важно даже не это, а то, что это действительно огромное направление исследований, в разной, правда, степени металлогической уязвимости, которые, в общем, целиком растет, конечно же, из этологии, и вот из этого гибрида попытки какого-то синтеза этологии и психологии. Значит, да, ну и на самом деле еще, пожалуй, одна вещь, что даже там, где заведом нету преемственности между этологическими механизмами, то есть механизмом преображенного поведения и какими-то проявлениями человеческого поведения, там очень интересно можно наблюдать параллелизм этого дела. Ну, когда действительно я осознал, что вообще говоря, эволюция экспрессивных выражений в языке происходит ровно по тем же законам, по которым происходит эволюция половых релизоров у разных животных, в частности знаменитого хвоста павлина, то есть что сначала это дает преимущество тем, кто это употребляет, перед тем, кто это не употребляет, потом значит это становится нормой, соответственно прежняя норма просто исчезает, это уже не имеет никакой особенной экспрессивной окраски, а просто нейтральное слово, и обратного пути нет, потому что тот, кто попытается пользоваться прежними средствами выражения, именно нейтральными, он просто сразу ставит себя в настройках праведорожного положения, ну, до полного непонимания, вот, то вообще говоря, действительно, при том, что понятное дело, что ни от каких инстинктивных выразительных средств, ни от каких релизеров наши слова и другие выразительные средства не происходит, просто, вот, видимо, законы эволюции подобных феноменов, они едины и определяются именно функцией этого феномена, а не его физической природы. и даже не природой того поведения, в котором он свою функцию несет. Вот, ну, как бы, все хорошо, все замечательно, казалось бы, вот уже совсем недалеко до выстраивания некой единой, если не теории, то какого-то единого подхода к поведению человека, который был бы синтезом того, что знает о нем классическое, ну, не классическое, я скажу так, традиционная психология, и того, что знает о нем естественной науки и, прежде всего, этология. Собственно, словосочетание этологии человека давно перестало быть скандальным, это вполне такая, что ли, респектабельная область исследований, ну, не знаю, журналов, наверное, по-моему, еще таких нет, но, вот, как-то ключевые слова это уже выносят, и указания в качестве области исследований этологии человека, это уже речь нормальная. Но возникли, возник ряд проблем. Во-первых, как мы говорили, в основе успеха патологии лежит профилактический подход к поведению, и то, чем занималась этология в основном, значит, это было поведение врожденное, причем понимаемое именно как некий репертуар сложных, сложных, координированных, довольно-таки протяженных во времени поведенческих актов, стандартных по своей форме для данного вида, и поэтому легко узнаваемых исследований. Выяснилось, что у человека, да, собственно, как бы у его ближайших родственников с такими актами вообще очень не густо. То есть, попросту говоря, не так просто их найти. Действительно, что-то подобное, и то все-таки очень мелкое находится у младенцев, попробуйте найти такую вещь у взрослого человека. Именно видоспецифичную и стандартную. Вот, да, ради Бога, многие формы поведения человека настолько похожи на соответствующее поведение животных, что просто вот даже у людей далеких от исследования не вызывают сомнений, скажем, ритуальные подарки и угощения во время ухаживания, допустим, ну вот, можно найти у ряда водоплавающих птиц, у некоторых пауков, там, и Бог есть у кого, у кошек, если угодно. Вот, но, опять же, а кто сказал, что это стандартное поведение? Да, многие люди ведут себя таким образом, но это не является обязательным элементом поведения, характерным для всего вида, ну и, вернее, для всей полувозрастной группы данного вида. Не все взрослые самцы ведут себя так. Да? Сколько, наверное, про это рассказывает, знаете, что вы скидывали о браще? Вы скидывали о браще, знаете? Мы говорим сейчас не о стратегиях, которые могут реализовываться разными путями, а о конкретных морфологически узнаваемых формах поведения. Вот, если я знаю, что, то, что из-за движения могут совпадать в... Нет, 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 нет. Значит, стратегия это то, что мы, так сказать, реконструируем, исходя из некоторого поведения. А мы сейчас говорим о том, что мы непосредственно можем наблюдать и выявлять, вот, что это не просто поведение, нацеленное на тот же результат, а это поведение, имеющее ту же форму. И, кстати, как раз результат, вернее, цель, может быть совсем другой, потому что, значит, самое, ну, собственно, с чего, может сказать, начиналась этология, или, вернее, даже с чего она выросла. В частности, из знаменитой статьи Джулиана Хаксли о поведении чонг, где он обратил внимание, что в момент ухаживания там, самец предлагает, как бы предлагает самке там, какие-то растительные материалы, ну, там, водные растения, веточки, там, какую-то растительную веточ, и делает при этом ровно те же движения, которые потом, если ухаживание окажется удачным, они будут совершать оба, когда будут строить гнездо. И, в общем, вполне логично интерпретировал это как, что в данном контексте, в данном поведенческом контексте ровно те же двигательные акты имеют совсем другое значение. это предложение. А давай строить гнездо с тобой. Значит, так вот, принципиально тут именно форма поведенческого акта, о какой цели оно в данный момент служит, это уже вопрос второй. Ну, или мой любимый пример, вот, кто видел, особенно, кто держал дома кошек, прежде всего котят, есть у них в игре такой очень характерный захват, значит, когда на противника накидываются спереди, снизу, немного сбоку, значит, одной лапой захватывают его за шею, значит, с этой стороны, то есть, как бы, сворачивая ему голову, и вцепляются зубами куда-то тоже снизу, сбоку, ловусь шеи, там, ну, в пределе, в район Еревной Веры. Значит, это тот самый прием, тот самый поведенческий паттерн, которым львы убивают добычу крупнее себя, буймов, взрослых зебр, особенно крупных антиоп, и так далее. Значит, никакие домашние кошки, а также никакие ближайшие дики и предки и родственники на добычу крупнее себя не охотятся. У них этот прием можно увидеть только в игре, ну, где они, естественно, никаких серьезных травм партнер не наносят. Значит, но факт тот, что он у них сохранился. Вот, сопоставляя этот паттерн, фактически один и тот же, у домашней кошки и у льва, мы можем дальше говорить, что здесь он входит в состав охотничьего поведения, а здесь в состав игрового. но прежде всего мы должны его узнать. Он имеет определенную форму. И вот именно работа с такими паттерами поведения вообще позволила этологии продвинуться в понимании поведения животных дальше других направлений. То есть, вообще, можно сказать, составила ее силу и славу. Но применить к человеку это оказалось удивительно трудно, потому что у него с такими вещами как-то совсем плохо. Нет у него характерных поведенческих паттернов, которые, да, могут менять свой смысл и предназначение, входить совсем в другие типы поведения, в другие, если угодно, стратегии. Но главное, чтобы мы могли их узнавать. А мы их узнавать не можем. Они не специфичны. Даже когда что-то такое похоже на то, как делают другие, у нас есть, оно не характерно для всех безусключения. Ну, в смысле, для всех, кто относится к данным по возрастной группе. Ну, правда, вот, значит, если верить опубликованной в прошлом году, как раз в декабре, большой работе такого Майкл Грациану из Принстонского университета, у приматов все-таки, видимо, какие-то такие двигательные стереотипы вражьи он не тоже есть. Ну, как в том анекдоте. Да, крокодилы летают, только низко-низко. То есть, они есть, но они очень мелкие. Словно говоря, поведение приматов строится не из больших, монолитных блоков а из кирпичиков. Ну, в частности, значит, что там удалось выйти Грациану, он просто фактически повторял опыт Бенфилда. Он раздражал моторную кору электрическим током, но при этом не 50 миллисекунд, как делал Бенфилд, который просто боялся, что если подавать более длительный импульс, то возбуждение просто растечется и эффект смажется. То есть, мы увидим активность не только того, что мы раздражаем, а и всего по соседству. А Грациану давал импульсы там по полсекунде, по секунде и, в общем, выяснил, что да, возбуждение не то, что растекается, а оно именно запускает стереотипные двигательные реакции. То есть, одно, это, условно говоря, обезьянка что-то схватила и сунула в рот и жуёт. На самом деле ничего там не было, но вот поведенческий акт есть, причём это же требует координации. Координации мышц руки всех, от плеча до пальцев, шеи, чтобы повернуть лобу, головы, глаз и потом ещё, значит, вот, жевательных и губ. там другое, это обезьяна принимает характерную форму, которую в естественном поведении она принимает в прыжке. Все четыре лапы вперёд, кисти и стопы растопырями, чтобы схватить ветку, значит, ну, соответственно. Ну и так далее, там, целый ряд он обнаружил. Ну, опять же, на человеке этого никто не проделывал, там, скажем, с тем же стереопаттерном обезьянов в прыжке у человека могут быть некоторые трудности, вот, но, вероятно, что-то подобное у человека тоже есть. Но это вот очень дробные вещи, ну, с которыми, как правило, психология-то и дела не имеет, они для неё слишком мелкие. Это, более низкие уровни. Вот. И опять же, там, ну, не важно, ладно. Это вот одна трудность, которая возникла, что к человеку как раз именно тот анализ, который составил силу и слова этологии, применить просто почти не к чему. Вторая трудность ещё более весёлая. Вот. Допустим, у нас есть... Да, собственно, прежде чем уйти от той проблемы, немножко скажу, что, вообще говоря, до Лоренца и параллельно с ним до некоторой степени был такой в своё время очень известный психолог Лоренца не в виде стереотипных двигательных проявлений, а как некоторая тенденция, наклонность, значит, вот, стремление сделать чего-то, при том, что это по Макдугалу могло быть достигнуто разными путями. Вот, допустим, у человека там по отношению к кому-то проявляется инстинкт агрессии, он может проявиться в своевестном оскорблении, в ударе рукой, ногой, палкой, значит, в швырянии камней и, наконец, просто в стрельбе в то, что он ненавидит. Всё это будет по Макдугалу инстинкт агрессии. Впоследствии, значит, Макдугал, его взгляды оказались как-то очень сильно маркетинализованными, там, если угодно, затёртыми между бихевиористским подходом и этологическим. И, в общем-то, так сказать, впоследствии особого успеха и продолжения не имеет. Но получается, что, если мы хотим рассматривать инстинктивное поведение человека, нам придётся вернуться от Лоренца к Макдугалу опять же, что на самом деле может быть ничего страшного, но почему бы не вспомнить вообще то, что уже было. Но беда-то в том, что почему взгляды Макдугова не имели продолжения, потому что это всё очень хорошо в теории, а как с этим работать, непонятно. как мы выделим, что такое, ну, хотелось простейший пример. Вот то же самое агрессивное поведение, когда мы говорим, что оно может проявляться в ударе рукой, палкой, камнем и так далее. В общем, не важно, чем. Извините, если тогда мы считаем, что все подобные действия это проявление агрессивного поведения, тогда нам придётся признать, что бой на подушках в спальне детского лагеря это тоже агрессивное поведение. И, к сожалению, есть куча работ, которые именно так это и рассматривают. Вот то, что как бы разница между поведением всерьёз и понарошку, ясная, значит, не только там пятилетнему ребёнку, но и трёхтысячному котёнку, значит, докторам психологии в результате долгой работы над собой, удаётся эту разницу не понимать. Можно мы сейчас перейдём к режиму вопросов? Я скажу о последнем, да, тоже мой любимый пример, это о попытках, значит, всё-таки чём-то такое понять в поведении в социальных институтах человека, глянув на них через призму экологических представлений. Вот действительно есть такая замечательная вещь, как институт брака, ну, где самые, там, не знаю, отпетые и закоренелые сторонники того, что человек отмечет совершенно особенное, не могут не признать, что, конечно, в этом институте есть биологические икори, а также, каково, собственно, его предназначение, оно, несомненно, биологическое. Значит, естественно, думать, что и брачное поведение человека вырастает из брачного поведения его животных предков, но уж, какие есть. Там, пусть у них нету таких ярко выраженных, сложных и длинных брачных риторов, как у тех жидчонг, или у серебристой чайки, или хотя бы, не знаю, у оленей, но какие-то есть, и мы можем их анализировать. И тут мы сталкиваемся с совершенно замечательной битой. Ну, а кроме того, обычно, когда хотят посмотреть, а какое же победение для человека естественно, обычно стараются брать так называемые традиционные культуры, то есть незатронутые модернизации, живущие, имеющие такую достаточно патриархальную структуру, там были иную организацию, совсем хорошо, если охотниче-собирательские. Правда, сейчас таких уже очень мало, но тем не менее, вот, это совсем уже естественный человек, в естественной среде, все хорошо. И вот, когда мы обращаемся именно к таким культурам, мы замечаем удивительные вещи, что все замечательно, только практически нигде, ни в одной этой культуре выбор брачного партнера не является делом самого того индивидуума, который вступает в брак, по крайней мере, в первый брак. Везде, значит, молодых женят и выдают замуж, что вообще не имеет никаких соответствий в животном мире, где бывают всякие удивительные вещи, там, взаимодействиями, социальным и половым поведением, но вот такого, чтобы партнер выбирал кто-то, кроме того, кому с ним жить, ну, или хотя бы там немедленно спариться, такого нет нигде и ни у кого. и нам просто не с чем это сравнивать. А как же брачное поведение человек, а оно никуда не делось, оно есть, но оно реализуется там, значит, в виде внебрачных романов, в виде флирта, ну, совсем вот в чистом виде, просто абсолютно эмансипированное, уже не только от брака, но и от секса, но в таких феноменах, как там известные обычаи рыцарского служения даме, при том, что дама это может быть, значит, во-первых, гораздо выше его по социальному положению, во-вторых, замужний, там, ни о каких конкретных физиологических отношениях не может быть и речи, там, это жена сеньора, во-вторых, он сам жена, там, его дети, это его дети, а вот служение даме, да, в нем можно разглядеть все черты характерного врачного поведения, какая сила оторвала одно от другого, каким образом получилось, что вот у человека возник такой странный способ устройства личной жизни, обычно, когда вот вещь такая вылезает во всех или почти во всех культурах, надо поискать в нее биологические корни, значит, дело не в каких-то культурных условностях, а в какой-то биологии, ну, значит, во-первых, ни у кого из наших родственников ничего подобного нет, а во-вторых, современное общество от этого как-то спокойно отказалось, ну и не сказать, чтобы оно, то есть не знаю, насколько оно стало от этого счастливее, но точно это не имело никаких систематических неприятных последствий, которые всегда наступают, когда общественные обычаи противоречат требованиям биологии. Что такое? Откуда взялось? Ни психология, ни этология сами по себе ответы на это дать не могут. Вот, но, тем не менее, пример весьма характерен, как, значит, пример того, насколько опасны прямые экстраполяции этологических представлений на поведение человека, что вот вроде бы, ну тут уж точно нужно говорить проемственность, а ее нет. Ну, и действительно это заключение монологической части, что меньше всего я хотел бы, чтобы это все, что я тут говорю, было воспринято как, опять же, очередная песня на тему человека, это нечто совсем особенное, он вне законов биологии, значит, несуете сюда со своими грязными лампами. Вот. Разумеется, на мой взгляд, это логический подход к поведению человека принять не только можно, а в некоторых областях просто необходимо. То есть, у меня уже там такая пословица возникла, когда говорят, что вот там с такими-то и такими-то должен был работать психолог, я говорю, да с ними сначала и то вот бы должен был работать. Вот. Ну, там это касается молодежного вандализма, значит, ксенофобии в некоторых случаях и так далее. Вот. То есть, обязательно должен применяться экологический подход, беда в том, что применение его в лоб, вот так вот просто взять, рассмотреть человека с точки зрения того, не просто как очередной литр, не более того. В общем-то, ничего не дает. То есть, мы упираемся в то, что такое применение очень мало чего может сделать. Нужны новые идеи, прежде всего. И, да, тут, как бы, ничего не сделают ни новые оборудования, ни новые, значит, методы компьютерного анализа, никакие биг-дейта, здесь нужны новые теоретические идеи. При том, что потребность, на мой взгляд, огромная и давно назревшая. Ну, вот на этом, собственно, то, что я хотел сказать, я, пожалуй, закончу. Какие есть вопросы? Ага, хорошо. Если позволите, только я задам один вопрос прежде всех остальных, подпользоваться в служебном положении в личной цепи, у меня сложилось такое впечатление, что чем дальше от нас биологический вид, тем проще мы его рассматриваем с точки зрения этологии. Что там у чонг и у оленей мы видим хорошо, а что-то примат уже хуже, а на себе и вовсе не показывает. Может, надо вопрос о оленей спрашивать, чтобы они на нас смотрели? Ну, вот, еще хорошо, чтобы можно было их спросить, потому что, вообще говоря, мы сейчас живем довольно последние полвека, живем в удивительное время. Дело в том, что вот примерно 50 лет назад, как раз в этом году, там, исполнилось 50 лет с момента начала этого проекта, мы можем поговорить реально с другим видом, с другим биологическим видом, и уже даже не с одним. Значит, ну, это все наше ближайшее родство. Зоя Зорина. И у них с этим делом, вот именно с такими вопросами как-то совсем плохо. Ну, а кроме того, значит, если, как мы говорим, человеку-то не все известно про его психику и его поведение, то вот эти ребята, ну, скажем так... Меньше про психику, мы же у оленя только про психику. Не, ну, мы про них узнали много чего. Мы узнали, например, что они там могут шутить, ругаться, фантазировать, говорить о том, чего в данный момент не видят и не чувствуют. Все это, кстати, предполагалось, что ничего этого они не могут, что все это характерно только для человека. Выяснишь, нет, могут. Вот. Значит, и вообще говоря, так сказать, это был потрясающий прорыв. Вот. Но вот, к сожалению, он пока распространяет столько на человекообразных, и то на крупных человекообразных шимпанзе, боно, 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 орангутан. Все. А вот как о неме спрашивать? Пока никто не... Разговорим с ними, выяснится, что они... Ну, вот, вот, разговариваться, вот, чтобы поговорить с обезьянами, может, было предложить им такой язык, который они по, так сказать, по биомеханике могут выполнить. Нейроинтерфейсы наши... Вот с нейроинтерфейсами у меня большое сомнение. Без тебя. Спасибо. Спасибо. Я зовут Тигран, Тигран Легкоцёв, магазинный науке физиологии. Спасибо за очень интересную лекцию, которую, мне кажется, одинаково интересны слушать специалистов или специалистов. Касательно вашего, вот, последнего обсуждения традиции очень серьезно выбирать партнера в брак тем угодно в организме независимых партнерами. Традиции в последний раз не спросили. И как это может стоит подумать о том, что тут ключевую особенность играет именно материнский сингт, его метаппаратирование, как мне кажется. И то, и чего. Потому что, если посмотреть общую, я, к сожалению, не скажу точно, какая именно народность это, что здесь из Малайзии, наверное, есть народность, где, в принципе, узаконена, скажем так, случайная связь, когда девушка остается специально собранной ее отцом в хижине, в которую ночью приходит, кто попал, и она даже не знает, кто туда прибыл. Но когда дело доходит до брака, там уже серьезно все убирается. То есть, как бы, вот сохраняется с одной стороны половое поведение у молодежи, а с другой стороны родители слишком активно подбирают партнер. Ну да, тут как раз яркий пример, как собственный институт брака отрывается от, собственно, полового поведения. я, собственно, насчет потерянского и вообще родительского думал. просто объяснение, как это объяснить с точки зрения зоопсихологии, того, и тут я хотел попросить вопросом перейти, что я могу сказать, потому что может быть, я просто в последнее время даже чаще встречаю эти идеи, что вот эти вот живые институты, которые руководят в том числе и нашим поведением во многом, они очень большую роль играют в нашей жизни, они субдинированы, скрыты, но основной институт, как ни странно, это не основной институт, а не половой, естественно, институт самосохранения, дальше половой и дальше медицинства, мне кажется, это и стопа, и я хотел ваше мнение услышать о как раз институт самосохранения вот этой одной теории, о которой вы говорили, флаг доверяется, марктивном и так далее, и вот эта глобальная теория управления страхом смерти, как это относится с ней, что страх смерти рождает в человеке желание верить в вашу опору, создавать культуру и так далее. Ну, вот тут я боюсь, что я просто некомпетентен, то есть, ну, может, наверное, рассматривать так, как всегда встает вопрос, как это проверить. Вот, да, может быть, это рождает страхом смерти, а как это проверить, так это или нет. То есть, тут боюсь, даже чистая психология нам не очень много чего предложит. насчет того, как действительно это могло возникнуть насчет материнских инстинктов. Дело в том, что существует такой довольно обоснованный, правда, с том косвенное подтверждение взгляда, что человек вообще, так сказать, господи, как это называется, проумус, кого же тут есть, в общем, теория ювенилизации в процессе антропогенеза, что человек, помимо всего прочего, там, значит, формируясь на основе человекообразной обезьяны, сохранял надолго свои детские подростковые черты, то есть, что мы совсем если грубо, не знаю, на три порядка загрубляя, что человек это неотеническая личинка обезьяны. И вот тогда, да, тогда все объясняется, потому что о личинках надо заботиться, даже если они неотенические. Значит, ну, опять же, что выглядит все убедительно, а проверять как будем. Наука начинается не тогда, когда вы можете придумать правдоподобное объяснение чему-то, а тогда, когда вы можете придумать способ это объяснение проверить. И вот заранее сказать, что вот мы сейчас посмотрим вот это, если будет так, значит, ну, возможно, объяснение проходит за следующей более жесткой проверкой. Если будет так, все, можно выбросить в красивую. Вот тут мы не можем предложить, куда надо глянуть, какие наблюдения провести, какой эксперимент поставить, чтобы проверить, так или нет. Собственно, с этой минимализацией, там, в основном, доводы, опять же, косвенные, вот как бы теория, там, сто лет бытует, сто лет обсуждается, мы до сих пор не можем сказать, так или нет. к сожалению, я боюсь, что этот метод, Тигран, ваш второй, основной вопрос, основана ли вся человеческая культура на страхе смерти, тоже образует, потому что мы имеем исследованные вполне культуры радостной смерти, например, культуру, автономную культуру острова Бали, где культура прекрасно развивается, а страха смерти в ее основе нет, и они люди, у них, в общем, нет, меня, я научусь, подойти еще кому-нибудь, прошу. Подскажите, пожалуйста, как вы относитесь к возможности манипуляции человеческим поведением за счет, вот вы уже поминали, бигдейта, да, когда собираются данные через интернет, составляется определенная карта личности по определенным пунктам, она достаточно четко составляется, это действительно уже доказанный эффект, как вы относитесь к тому, что большие корпорации начнут пользоваться этими данными, манипулировать большим количеством людей с помощью адресной рекламы или антирекламы. Ну, во-первых, я не вижу, каким образом тут можно манипулировать, то есть, в самом идеальном пределе эта штука научится угадывать мои желания, от чего она пока настолько далека, что это даже смешно. то, то, что действительно искусственный интеллект предлагает в качестве возможно моих интересов, типа, если вы выбирали вот это, вот это, вот это, то вам, наверное, будет интересно также и это. И предлагают что-то такое, ну, грубо говоря, там, если вы читали, там, до сих пор покупали у нас книги, там, я не знаю, Тойнбе, значит, и Кобрина, и там, не знаю, кого еще, да, из нынешних историков, то вам, наверное, будет интересна книжка Фоменко. Этот искусственный интеллект пока работает вот на таком вот объясню, ну, поскольку мы сами, в общем, не очень, очень часто не знаем, чем отличается, почему одни вещи нам интересны, а другие нет, то объяснить это искусственному интеллекту еще тяжелее. Ну, допустим, он вот развился до такой степени, что просто, там, собрав обо мне всю информацию доступную, научился абсолютно точно угадывать мои желания, как он при этом будет мной манипулировать. 42. Вот. Я могу честно сказать, что вообще я очень скептически отношусь к идеям манипулировать поведением человека. И более того, я считаю, что предметом исследования должны быть не способы такой манипуляции, а вот это вот жгучее желание непременно это сделать. Вот его будем очень хорошо проанализировать. С каких угодно позиций, с каких получится. станет. На помощь той же и того. Спасибо. Дмитрий, я в Куринке Кургбергом занимаюсь. Мы как раз с Сергеем Марковым говорили, когда вы в Москве на СССР, в том числе и об этом. Дело в чем? Вообще уже сейчас очень большую дейту, очень большие объемы информации о людях. Я бы хотел все-таки тему дикдата немножко вынести за пределы, потому что мне кажется, что она имеет очень опосредованное отношение к тому, о чем мы сейчас говорим. Может быть, про это нужно как говорить отдельно? Пойтите, что? Нет, что между в чем-то был? Нет, правда, большая тема и мы ее сейчас зажуем. Следующий вопрос. Спасибо большое за ответ. С интересом Резод Катерина недавно открыла образовательный металл по психологии на ютубе и в следующем году мы планируем снять ряд видео о реакциях страха и тревоги. Сейчас очень много проводится исследований о том, как эти реакции страха модулируется префлантальный король со стороны подходки, амигин и так далее. Мне интересно, эта функция модуляции страха, которую выполняет префлантальную король, то есть, как себя можно успокоить в тревогной ситуации. А есть ли у каких-то животных? Или только это умного инстинкта где-то там согреться, прижаться или есть животные? Ну, во-первых, да, есть там согреться, прижаться вообще чего такого? Я, честно говоря, не знаю, просто, боюсь, не готов сказать, как обстоят вообще исследования в этой области, что по этому поводу современная наука знает, что предполагает. Единственное, что могу сказать, что да, вот какие-то средства самоуспокоения у животных, несомненно, есть. Ну, как было хорошо сформулировано в одной вполне художественной научной повести из жизни кошек, что первый закон кошки попал в трудную ситуацию, умойся, умывайся. Вот. Ну, в общем-то, что имеет действительно под собой некоторую базу, что вот если ситуация не такая, что вот прямо сейчас на куски рвут, но действительно неприятная, тревожная, непонятно, как из нее выбираться, кошек начинает умываться. Комички тоже, кстати. Комички тоже. Ну, это алюзия, как бы, что у людей такие механизмы есть, мы знаем точно, но есть они не только у людей. Вот. Насчет префронтальной коры, ну, наверное, у млекопытающих да, она, а скажем, у птичек, там вообще мозги совсем по-другому устроены, они те же функции выполняют другими структурами. Ну, опять же, что происходит у насекомых, у которых, как выясняется, поведение не менее сложнее, чем у высших позвоночных, ну, по крайней мере, у некоторых, значит, сказать совсем трудно, и тем более трудно поставить сонтор Марков вообще написал что их вышла статья о церкви и системе нашим на днях. Спасибо большое вам за речь. У меня в такой вопрос. Я ранее прошел за возможное девятнадцать, но, если бы они были так интересующие, значит, правильно я понимаю, что в процессе нашего развития, начиная от самых, там, самых, самых первичных структур, у нас каким-то образом копировалась информация, как взаимодействовать с этим миром, и она где-то нас содержится, поэтому мы, как правило, знаем, что змея, вот она такая гладкая, и там, скорее всего, несет опасность, там, и так далее, и так далее, и так далее. И теперь вот эти закатированные, запрограммированные в нас, они в каком-то виде определяют наше поведение, наши реакции на какие-то действия и так далее. Вопрос вот эволюционируем ли мы по-прежнему, то есть происходит ли эволюция сейчас, первая, и не вышли ли мы на какой-то более качественный уровень эволюции, поскольку обладаем разумом, и в отличие от обладаем сознанием, и не является вот это вот общественное наличие каким-то новым этапом, новым фактором эволюции? Понятно. Значит, я прошу прощения. По-первых, вопросу, значит, то, что я скажу, это, во-первых, мое мнение, и, опять же, прошу не забывать, что я все-таки не действующий ученый, а научный журналист, вот, но когда я слышу о продолжении эволюции человека сейчас, мне всегда хочется просить, а под действием каких факторов она продолжается? То есть, вот, как бы, вся известная нам эволюция, ну, по крайней мере, как считается в современной науке, но, как бы, другие варианты рассматривались много какие, и ни один из них не смог предложить ничего убедительного за полтора ста лет, как бы, все, что мы видим в современной эволюции, это действие естественного отбора. То есть, отбиралось то, что, как бы, имело, с одной стороны, имело под собой хорошую наследственную базу, то есть, в значительной степени определялось генетикой, а, во-вторых, давало преимущество там, выставление потомства. что такое может быть у современного человека, что ему это дает. И более того, так сказать, что оно может давать, в смысле, что мы могли быть уверены, что оно это не только сегодня ему дает, но и там в каком-то обозримом будущем будет, потому что эволюции, биологической эволюции требуется все-таки довольно значительное время. эволюции чего, каких признаков, что генов, гены, конечно, как-то будут меняться, потому что... что? Конечно, идет. Угу, все вопросы с нами. Нет, во-первых, извините, среда меняется, может меняться слишком быстро и слишком в разные стороны. Вчера, по-моему, писали, что глупее, поэтому есть две научные работы. Еще недавно действительно подавляющее большинство человечества пребывало в условиях, я так говоря, негарантированного пропитания и поведенческая стратегия не упуская ни одной возможности поесть была и бы словно выгодна. К чему приводит эта стратегия в современном обществе, я думаю, хорошо известна. А что будет завтра, еще через 3-4 поколения, никто сказать не может. Так что непонятно, к чему может привести отбор по этим признакам, по генам, которые с ними связаны. Гены, ну, то есть, естественно, во-первых, происходит мутационный процесс, он всегда происходит, может быть, более интенсивным, менее интенсивным, но никогда не прекращается полностью. Происходит случайное изменение генных частот, в том числе такие, генетические дрейши. Там, условно говоря, они в них могут доходить до значения 0-1, то есть, какие-то гены, какие-то варианты генов могут теряться, а другие, наоборот, становятся характерными для всех. Наконец, происходит такая вещь, что с развитием медицины выживают и оставляют потомство такие генетические варианты, которые в прежние времена просто бы никак не смогли это сделать. Поэтому, значит, вот такое генетическое разнообразие тоже увеличивается. Там, то, что академик Беляев в свое время назвал дестабилизирующим отбором. На самом деле, на мой взгляд, название не очень удачной, но понятно, о чем идет речь, что норма расплывается. Но не знаю, насколько эти чисто случайные процессы можно назвать эволюцией. То есть, если да, если считать, что всякое изменение генов, вот не было в 64-й позиции цитозина ни у кого, а потом появились люди, у которых он есть. Ну, там, в 64-й позиции такого-то образа такой-то хромосома. если это считать эволюцией, то да, такая эволюция идет и будет идти всегда. Но если только не возникнет какая-то там генетическая полиция, которая будет все подобные извращения выявлять и исправлять свое время. Значит, но эволюции какой-то приводящей к формированию ну, хоть чего-то мало-мальски сложного, даже там не обязательно чего-то хорошего, просто вот каких-то более-менее сложных структур, будь то морфологические или поведенческие, я не вижу факторов, которые могут это сделать. Просто ровно никаких. По крайней мере, при меньшем состоянии человечества, что там будет дальше, ну, кто-нибудь знает. Прошу. Здравствуйте. Вы много говорили о методах, которых у нас нет. И вот пример с ребенком Маукли. Если этимология изучает только врожденное признаки... Этаология, прошу прощения, этимология изучает совсем другое. Волнуюсь немного. Если она изучает только врожденные признаки, и у нас есть ребенок Маукли, и ребенок из человеческого общества, различия и общей части в этих, в этих детях как раз и будут нам показывать врожденные признаки и неврожденные. Нет, нет. То есть в социальном смысле ребенок Маукли не человек, это понятно? Не только в социальном смысле. Но биологически. Если вы посмотрите его мозг, там совсем просто другая структура нейронов. Там гораздо меньше отростков, гораздо меньше шипиков на них. Это просто другое существо. Там не будем говорить... Если мы берем понятие вид, если очень упрощенно, это те существа, которые могут давать плодовитое потомство. Ребенок Маукли и человек из общества смогут давать плодовитое потомство? Нет, не смогут, потому что ребенок Маукли скорее всего просто не доживет до половой зрелости. А потом не найдет себе пар. А потом не найдет. А если его все-таки вовремя возьмут и хоть как-то обиходит, чтобы он... Собственно, да, ребенок Маукли, от которых пытались как-то вернуть к людям, это все-таки дети, воспитанные, ну пусть не мамой, но кем-то. Там, собакой, волком, ну у кого их там еще находить. А ребенок, который растет просто в изоляции, хотя бы даже недостаток корма, он не выживет. Он не доживет. Если мы возьмем ребенка, воспитанного собаками и обнаружим в нем те признаки, которые есть у собак и те признаки, которых у собак нет. Если мы обнаруживаем признаки, которых нет у собак, значит, это врожденный признак ребенка. Я правильно понимаю, что мы можем так и сделать? Ну вот, отсутствие шерсти, это да, врожденный признак у человека. Но не отсутствие, конечно, а вот то, как выглядит наш шерстяной покров по сравнению хотя бы с собачьей. А вот в поведении там все сложнее. Там как бы вот таких жестко врожденных, которые развиваются независимо ни от чего, как там полет у голубей, у ласточек и прочих исходно-скальных видов. Мы у человека не найдем вовсе и найдем вот такие мелкие нашего грациана, вот, а любое более-менее сложное поведение оно, оказывается, требует для, просто для своего проявления, чтобы ребенок рос с людьми. Вот, оно просто, при том, что вся генетика для него есть, но если он растет в изоляции, оно не развивается. То есть, мне кажется, что тут вот еще важный момент, о котором Борис говорил, но, может быть, это не прозвучало достаточно ясно. То, что приматы кладут еду в рот рукой является врожденным признаком, но нам это не интересно. Ну, кстати, да, ребенок воспитанный собак не будет этого делать, хотя у него есть, как бы, есть такой двигательный стереотип, но он не активируется. Вот есть такая программка, но к ней как бы утрачена возможности обращения к ней. Вот. У нас есть еще два дела. Мы должны выслушать последний вопрос и Борис должен решить, за чей лучше вопрос мы отдадим одну из книжек введения в пределы. Последний вопрос. У нас есть два коротких вопроса. Первый про исследование. Есть ли четкие границы? В самом конце вынимали насекомых и в то же время непростейших и даже у вирусов, которые неизвестны живое это существо или нет, есть ли какие-то паттерны поведения? Есть ли четкие границы объекта изучения этологии? Это первый вопрос. Дайте сразу второй короткий вопрос задан. Второй вопрос тоже вы вспоминали о том, было бы хорошо если другого вида будут приматы или оленей или еще кто-то что это такое человек. За последние 50 лет было несколько попыток обучить обезьян или приматов каким-то языкам общения доступны к человеку. Я об этом говорил. Вы можете спросить обезьян про ровно обык. Была возможность, я не знаю, воспользовались или воспользовались. Еще как воспользовались. 4 тысячи слов показал, что обезьяна когда научается разговаривать с людьми, отделяет себя от других обезьян и присоединяет себя к людям. Обезьяна, научающаяся говорить о человеческом, становится для себя человеком. в этот момент она слепак развлечения людей. Это тоже такой дискуссионный, потому что когда растет ложь, которая вот она одна обезьяна, вокруг нее все остальные люди, то конечно она ассоциирует себя с людьми, с кем же еще. А когда там в Ерксовском центре целая колония и таких из них там многие владеют Еркшем, а другие нет, то в общем они не отделяют себя от обезьян. То есть не отделяют до того, что это у Памбаниши там мелькнула странная фраза, мне другие обезьяны говорили, что так, как они ей говорили. Ну как-то вот не имело это продолжение. Значит по первому вопросу, поле исследования, ну поведение в общем вообще что-то такая очень трудно определимая значит и в то же время как бы все понимают о чем идет речь, причем в данном случае понимание специалистов ну если не полностью то очень сильно совпадает с пониманием просто людей как бы говорят в общем об одном и том же. Как-то так предполагается что поведение это не знаю насчет того есть ли поведение у вирусов и в чем бы оно могло проявляться значит но у простейших оно несомненно есть ну правда действительно простейшее это такой не очень популярный поведенческий объект хотя работы были трудно даже сказать в рамках какого направления потому что те феномены с которыми приходится не делать они они как бы ну в частности там в рамках Павловской школы некоторые работы были значит в общем-то обычно под поведением так или иначе понимается поведение животных ну и как правило более-менее подвижных животных не сидячих хотя опять же были работы по поведению сидячих кишечных полосных там еще кого-то вот значит действительно любимые объекты это конечно же позвоночные особенно птицы как было я имею ввиду именно уитологов птицы как было сказано всю этологию сделали орнитологи млекопитающие потому что мы к ним принадлежим рыбы более популярны чем значит более близкие к нам амфибии рептилии ну вот там всего опять же ряд причин очень популярны объекты и за пределами позвоночных это насекомые но в последние десятилетия уже в несколько десятилетия довольно многие очень много работ по поведению существ так называемыми простыми нервными системами это моллюски причем не головоногие у которых там мозг и все дела а скажем брюхоногие очень много на них работает значит пиявки ракообразные такие тоже попроще не очень за сложной нервной системой кто там еще вплоть до того что любимым поведенческим объектом стала значит нематода цинералик селеганс который вообще у всех любимых объектов у генетиков у эмбриологов у людей занимающихся биологией старения там еще у кого-то еще у кого-то но поведенщиков тоже чем она хороша тем же нейронов 302 нейрона на все про все и все эти нейроны узнаваемые в лицо то есть вот если у этой особи в этом месте сидит этот нейрон значит имеет такие-то характеристики там выделяет такие-то медиаторы имеет рецепты для таких-то значит у другой на том же месте будет сидеть такой же нейрон реагировать на те же медиаторы и заниматься тем же самым вот на таких сейчас очень много работают и там в общем можно сказать благодаря этим исследованиям в общем ну вежливо говоря эвристические грубо говоря бумажные схемы Лоренца и Тинбергена обрели плоть то есть выяснилось что да с того поведения устроено примерно так как эти ребята думали ну может быть чуточку посложнее но это уже в реакции на эти темы спасибо большое спасибо